здарова ребята шамшурин и вопрос задал макс интересно отвечать на такие вопросы потому что те кто прошел тренинг у них уже не вопросы немножко другого уровня не то что там что сказать что написать то есть сейчас я хотел бы вот перезвонить уточнить несколько нюансов потому что не очень понятно не очень понятны детали значит смотри вопрос такой вова здорово это макс может помнишь меня в первый день собрал 17 телефон еще раз спасибо за тренинг очень много мне дал все легко полячил проводил свиданки три раза был секс на первом свидании потом в августе встретил свою качественную девушку с ней реально крутая биохимия уже полгода живем вместе отношения классные с позиции сверху уже всегда прав вот у меня есть какие-то уточнения сейчас попробуем ну как бы связаться по громкой связи алё макс да здорово да у меня какой-то глюк прикинь когда когда я звоню меня слышно я слышу меня не слышит ну короче хрен с ним у меня я читаю это сообщение типа отношение классные с позиции сверху мужик всегда прав давай сразу какие-то комменты отпускать по ним ну как бы это я хотел сейчас поумничать да что по большому счету классные отношения это не не столько утрированно что мужик всегда правда потому что мужик иногда может тоже гнать хуйню да а именно ну грубо говоря когда вы друг друга дополняете да тебя твоя женщина в чем-то ты ее в чем-то ну и то есть ты думаешь о том как сделать ей классно она думает о том как сделать тебе классно как это не прискорбно приходится идти на уступки и делать над собой даже какую-то работу но это очень клёво как бы другая история напомни сколько тебе лет ну я думаю у тебя еще как все впереди что ты это понял значит смотри читаю дальше твое сообщение но меня беспокоит один нюанс у нее на работе работает чел с которым у нее до нашего знакомства в командировке был петтинг около семи раз и один раз некачественный секс меня вот вопрос от ее допросил что ли макс или как-то за около скольки раз ну то есть откуда у такая информация именно по количеству раз мне кажется я привязал к стулу и гора сюда но я понял ну то есть это как бы я бы не стал допрашивать но было и было да то есть дальше смотри после командировки у них ничего не было решили забыть и остаться коллегами то есть сколько это времени прошло потом вы с ней начали встречаться и как или вы с ней до этого то есть грубо говоря у вас еще ничего не было они в это время были в командировке да фактически это какой-то там бывший эпизод то есть ну во всех смыслах слова бывший да то есть это было не при тебе до с вами но сейчас они продолжают работать вместе и мне ну не будем здесь ругаться матом хотя так или написано ебёт мозги то что они общаются хоть и только на работе и только по рабочим моментам декабре я пообщался с ним лично вроде обычный мягкий чел со своей женщиной как я понял из разговора он общается с позиции снизу перестал как делать себе мозги как тебя на ум пришло то есть с ним об этом лично общаться то есть решил что типа ты с ним поговоришь и зачем то есть какая необходимость была с ним общаться он же как бы уже не посягал там на твою женщину интересно у тебя не было идеи макс пообщаться с ее там про про бывшим про 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 бывшим но то есть ты решил скажем так на всякий случай грубо говоря своим общением дать понятие что там дальше ребят здорово еще раз значит 4 мая у нас стартует онлайн тренинг для всех желающих где бы вы ни находились в какой части света на тему того как получать самых лучших женщин из сайтов знакомств все о знакомствах в онлайне свиданиях вызванных об отношении с этими женщинами послед последующим поэтому всех жду ссылка для записи под этим видео осталось совсем немножко времени все ребят пока значит смотри но сейчас пошла какая-то вторая волна что ли я понял что я не принимаю этого типа какого фига моя женщина общается с бывшим хоть и только на работе и только по рабочим моментам далее я ему звонил сказал что ему надо в течение двух месяцев какие у нас мужики течение двух месяцев перевестись в другой отдел или найти другую работу он ушел в негатив и сказал что он не будет переводиться то есть на самом деле я чувака понимаю да то есть я тебя понимаю его понимаю то есть но смотри давай думать потому что вопрос интересный поэтому я решил как бы и снять и тебе позвонить то есть я бы на его месте тоже сказал как бы какого хуя да то есть с другой стороны я понимаю тебя но в данном случае наверное был бы смысл на мой взгляд решать вопрос вот такой вот такой агрессивный ультимативной форме если бы там со стороны твоей женщины поступили жалобы ну на мой взгляд я бы так сделал если бы она сказала там макс прикинь этот чувак там что-то типа опять хочет ну не дает мне прохода и тогда я думаю это было бы как бы ну правильно да и конгруентно то что сейчас ты просто ну позвонил челу и сказал типа давай сваливай то есть тут такой конфликт интересов то есть с одной стороны это твои тараканы да и твоя неуверенность в себе ну на мой взгляд которую надо прорабатывать с другой стороны это его интересы да но представь там в наше время в россии типа держится за свою работу и я его могу понять да поэтому тут в принципе то что он сказал нет я никуда не уволюсь но как бы в свою очередь он тоже прав потому что я бы на его месте тоже сказал как бы какого хуя вот сейчас и получается значит как я вижу что можно с этим сделать ты спрашиваешь на первый вариант и пишешь добить его там дальше дефицит массивная лексика заставить силы уйти с работы но я считаю неправильно да потому что смотри кнопку не по-человечий как-то не по не знаю там не по понятиям не по пацански ну как-то не так то есть может быть там не знаю ты в каком городе ну то есть в какой части москвы не знаю медведкова макс где живут но я понял я верну что смотри по-хорошему как бы косяков на мой взгляд с его стороны нету да если бы еще раз вот как бы я поступил если бы женщина пришла и сказал слушай этот тип меня достает то есть опять там распускает руки то наверное да так по большому счету но он обычный инженеришь к как бы ну ты можешь себе проблем нажить даже если уж на то пошло да то есть ты можешь загреметь там в милицию в полицию ну и так далее да как бы я бы так делать не стал у меня вопрос а вы живете вместе или нет а ты че не работаешь ты что же работаешь да не надо смотреть и более то есть дальше вот что это если опять же это только сугубо мое мнение она не является каким-то последней инстанции да то есть я бы не стал короче гнать на чувака пока нет явных причин это точно я бы значит тут следующее у тебя написано второе принять тот факт что они коллеги и будут общаться только по рабочим моментам но сука чувствую себя ущербно так смотри тебе надо работать с этим ощущением с этим проявлением то есть если ты чувствуешь себя ущербным да ну грубо говоря это когда у него с ней что-то было он не знал что у нее появится макс там резина или кто-то еще да то есть он как бы он за это ответственности не несет поэтому мне кажется тебе надо работать в первую очередь над своим ощущением то есть это это какая-то неуверенность грубо говоря где-то не считаешь что ты самый классный для своей женщины где-то майло в малых долях да и есть в нее где-то в некоторой степени сомнения что она может от меня там уйти опять к этому чуваку то есть если я знаю что я для своей женщины самый лучший я конечно косячу постоянно вот но я знаю что она никому не уйдет то есть я даже не ревную в этом смысле то есть как бы это можно мне звучало потому что я знаю что а ну как бы я ее люблю она меня любит как бы если что-то там даже и произойдет не можешь все в жизни контролировать понимаешь поэтому тут однозначно я бы работал над это хороший тренажер поработать над своей уверенностью в себе и то есть тот самый альфач там про которого ты пишешь типа мужик всегда прав он вряд ли будет проявлять какие-то там сцены ревности без причины да они у тебя сейчас есть на лицо эти сцены ревности то есть ты и тем самым как бы немножко говна подбавляешь в свой же образ вот этого там какого-то мужика с позиции сверху но это на мой взгляд вот потому что грубо говоря но не этот чел появится просто не в человеке конкретно да в тебе в том что у тебя есть какие-то сомнения на свой собственный счет дальше пишешь 3 моя женщина хочет поменять работу чтобы я ее а я не емал себе мозги но я хочу чтобы она осталась на этой работе классный коллектив зарплаты это нравится смотри твоя женщина хочет помочь тебе решить твою проблему то есть заметь да то есть если вы еще раз этот чувак распускал руки то это была бы ваша общая проблема но которую вы должны были бы решить каждый в своей своей компетенции она бы сказал иди нахуй ты бы приехал там что ты с ним поговорил но у тебя есть таракан что тебя гложет этот чувак и твоя женщина сама предложила тебе решить этот вопрос чем проблема тогда не знаю если она предлагает значит она заинтересована в тебе макс однозначно она готова даже работой пожертвовать ради во первых это доказательство того что ты для нее там крутой чувак она тебя любит и почитает уважает то есть и важны ваши отношения а второй момент тогда что-то в ее область она хочет тебе помочь решить твой собственность как будет таракан да и ты говоришь нет не надо получается то есть ты сам ситуацию продолжаешь нагнетать следующее забить на отношения и дальше полячить этот вариант всегда есть у тебя тут смайлик ну я понимаю что этот вариант всегда есть но тогда очень странно да ты зачем все эти пляски с бубном и вот этот вопрос который мы сейчас как бы озвучиваем ну да не ну ты всегда можешь забить на отношения ну как бы я думаю что ты не для этого ее искал ты не для этого сейчас там ебешь себе ей и этому чуваку мозги чтобы вот взять и забить на отношения это как-то вообще не вариант то есть 4 точно не вариант 5 ты пишешь может есть еще какие варианты по скрипту другим не ревную она инженера она инженером работает там 80 процентов мужики раздражает только этот чувак потому что она с ним фактически отчасти и и бывшие хотя опять же ну как бы каждый имеет право на прошлую жизнь да то есть и секс с кем-то ну это не показатель что этот чувак и и бывший вот и вот ну как бы я бы наверное у меня к тебе вопрос я все спрашиваю ты работаешь ли нет и тогда пишите бизнес а тебя не приходила мысль как бы сказать своей там женщине слушай а давай ты не будешь работать вообще или у тебя в картине мира она должна работать или чё они хорошие почему потому что что то есть у тебя денег не хватает а ты не думаешь что эта штука может сработать от обратного да то есть соответственно если у тебя появляется лишняя ответственность в виде твоей женщины которую тебе еще надо будет сейчас содержать да и у тебя вот эта женская энергия сработает да то есть плюс ну вот этот миф который любит женщины меня сейчас моя меня снимает и улыбается не на самом деле отчасти это работает да то есть когда у тебя есть ответственность за нее соответственно тебя больше начинает прилетать денег плюс я меньше появляется время ебать себе ей мозги еще один плюс она с этим чуваком не прикасается не соприкасается для тебя это одни плюсы я считаю это как один из вариантов потому что есть мужчины которые убеждены в том что женщина тоже должна работать ну как бы я отношусь к первым о которых я тебе сказал только что есть вторые они тоже имеют право так думать есть там скажем так доводы в эту пользу потому что есть теория что если женщина не работает она начинает от безделья заниматься хуйнёй и делать тем мозги то есть ну и опять же никто же не говорит что она тебя на шею сядет да ты например говоришь я тебе буду давать бабки в месяц там на все твои там эти салоны красоты и все прочее она пойдет там и освоит какую-нибудь профессию которой давно хотелось то есть это не крайность чтобы ты понимал это не значит она будет сидеть дома и хуй пинать понимаешь о чем я да нет я к тому что вот один из вариантов я вижу такой то есть говоришь там то есть ты себя проявишь как мужик она еще больше тебя за уважает плюс если она тебя финансово зависит как бы это не звучало там корыстно у тебя еще больше пункт получается появляется прав в ваших отношениях потому что тот у кого больше обязанностей у него и больше прав понимаешь о чем я то есть грубо говоря вот и вот мне нравится такой вариант то есть ты как мужик все нахуй ты короче можешь там больше не работать я тебя буду содержать давай мы тебя отправим на курсы там чего-то что ты хочешь и ты потихоньку потом будешь на этом зарабатывать потом купишь мне подарок вот это первый вариант второй вариант который я себе вижу это короче оставить чувака поговорить со своей женщиной сказать что там ты очень переживаешь очень дорога давай сделаем так что если этот чувак будет скажем так пытаться лезть ты мне обязательно об этом скажи и тогда уже будет какой-то прецедент понимаешь и грубо говоря начать работать со своей вот этой неуверенностью то есть вот что ты будешь ей делать это уже отдельный разговор тема отдельного видео да но это твой твой косяк твои мысли понимаешь если сейчас будешь жить и тебе покажется что сосед который купил квартиру в вашем подъезде как тебе подчеркиваю если тебе покажется да макс что этот сосед там я не знаю косо посмотрел там на твою женщину да то есть как бы по этой логике ты чего придешь к соседу скажешь ебовый давай продавай квартиру ну вряд ли везде получится такой агрессивный метод протолкнуть и он опять же он чреват то есть тем что тут можно можно с человеком поговорить если есть прецедент еще раз хотя я понимаю вот такая скользкая ситуация интересная да грубо говоря ну как бы я тебя тоже понимаю я не знаю как бы я себя чувствую то есть решение какие решения если твоя женщина хочет уйти ради тебя на другую работу маке это ее выбор круто это очень показательно можно такой вариант использовать второй вариант если договариваешься что если этот чувак будет как бы какие-то поползновения делать тогда уже пойдешь с ним разговаривать третий вариант я бы вот еще посмотрел такой вариант как уволить ее с работой сказать что все теперь короче ты можешь вообще как тут понимаешь ну как бы есть как бы разные мужчины да то есть и моем понимании мужчины это тот кто сам зарабатывает деньги отдает эти деньги там детям не знаю родителям жене то есть как бы грубо говоря потому что он свои потребности закрыл а чему куда еще ему кайфово того что он кому-то принес горит на тебе пользуйтесь и ты от этого во первых какие-то правильные мужские энергии почерпнешь во вторых еще раз говорю ты там будешь иметь больше прав потому что у тебя больше обязанностей на тебе больше ответственности в третьих твоя женщина подумает нихуя себе вот это шаг как бы и так далее ты можешь это я буду преподнести так что не то что совсем не работай может сказать слушай ты можешь пока уволиться и там отдохнуть пару месяцев да там ну как бы столько сколько сейчас сочтешь нужного я этот вопрос с точки зрения финансов поддержу поэтому можешь расслабиться немножко отдохнула ну вот так вот короче ну короче все варианты кроме вариантов идти потому что вот в эту ответственность как бы ну некоторые люди идти не хотят да потому что они думают бля сейчас там вдруг мне денег не хватит еще чет это наоборот круто это же как с детьми у меня пока нет да ну надеюсь скоро появится и то есть люди когда говорят у них появляются дети у них и денег становится больше потому что они больше работают и у них больше мотивации тогда ты столько во благо все будет понимаешь как то так вот я считаю хотя конечно да есть там отдельные каналы бездострадальцев которые там говорят я ее почему я должен там содержать тут надо как бы понимать что есть мужские энергии женские то есть ты как бы никому не должен но мужик он в том и проявляется что он прикинь не просто себе может бабла заработать он еще может о ком-то позаботиться это настолько как бы зарядить тебя какой-то уверенностью ты сам увереннее себя будешь чувствовать понимаешь то есть и возможно что перестанешь себе ебать мозг и что там есть какой-то потенциальный конкурент все связано со всем такая фигня ну короче собственно говоря если нет вопросов то я погнал спать ну круто макс если что в общем ну пиши звони как там дальше ситуация продолжается и спасибо за интересный вопрос потому что честно то есть вот как бы основная масса вопросов от людей которые еще не в теме вот они настолько примитивные знаешь на мной серии как присунуть то есть мне вот честно на них неохота отвечать а у тебя я прям смотрю прикольный вопрос потому что я сам даже задумался а что бы я сделал поэтому будешь еще интересные вопросы пиши ну все давай макс на связи да вот ребят это к вопросу о чем что когда у вас решен вопрос ну как бы там потрахаться извините за мой французский да у вас начинаются другие вопросы интереснее да там отношения как в них развиваться и так далее и соответственно я буду только рад вам ответить на подобного рода вопросы без проблем всегда можем пообщаться по телефону это я кстати говорю тем кто кто у нас что-то проходил